Мероприятие по контролю сторожевой корабль ВМС России наблюдает за действиями в Черном море. 7 января 2019 года, 16 часов 08 минут Георгий Масалов действие вошедшего в Черное море американского десантного корабля контролирует российское сторожевое судно Черноморского флота «Пытливый». Об этом заявили в Минобороны России. В ведомстве рассказали, что USS Fort McHenry зашел в акваторию 6 января около 21 часа ровно, после чего проследовал в румынский порт Констанца. Ранее американские СМИ сообщали о намерении Вашингтона усилить военно-морское присутствие в регионе. При этом в Москве отмечали, что маневры американских кораблей в Черном море могут спровоцировать рост напряженности. Минобороны России контролируют действия американского десантного корабля. Об этом говорится в заявлении российского оборонного ведомства. Строжевой корабль Черноморского флота «Пытливый» выполняет комплекс мероприятий по контролю за действиями десантного транспорт-дока. Сообщили в Минобороны РФ. По данным оборонного ведомства, USS Fort McKenry вошел в акваторию Черного моря в районе 21 час ровно 6 января, после чего проследовал в румынский порт Констанца. Также по теме для укрепления отношений с союзниками по НАТО, десантный корабль ВМС США направился в Черное море десантный корабль ВМС США. Fort McKenry с частью 22 морского экспедиционного отряда направился в Черное море для обеспечения о том, что американский десантный корабль Форт McKenry направился в Черное море, стало известно 6 января. В заявлении ВМС США отмечалось, что на борту находится часть 22 морского экспедиционного отряда. Корабль относится к 6 флоту США, расквартированному в Неаполе. Его командующая Лиза М. Франчити заявила, что цель маневра – укрепление отношений с союзниками по НАТО и партнерами в регионе. Проход. USS Fort McKenry в Черное море подтверждает нашу коллективную решимость обеспечивать безопасность Черного моря и укрепляет наше прочное отношение с союзниками по НАТО и партнерами в регионе, говорится в заявлении, опубликованном на странице 6 флотов. Facebook. Франчити подчеркнула, что рутинная операция американского флота в Черном море демонстрирует его гибкость и возможности военно-морских сил. Десантный корабль. USS Fort McKenry может нести до 36 гусеничных десантных машин амфибии морской пехоты США АФ-7, а также до 504 морских пехотинцев. Сам корабль вооружен двумя 25-м пушками МК-38, пулеметами М.2 ХБ калибра 6х50, а также двумя зенитными комплексами «Фелэнк Сайз» и двумя зенитно-ракетными комплексами Рим-116. В 2018 году американские военные корабли неоднократно заходили в Черное море. В России такие действия руководство США считают намеренным созданием напряженности в регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заход в Черное море для участия в военно-морских учениях «Морской Бриз-2018». Рассматриваем проведение учений как попытку в очередной раз спровоцировать напряженность, причем не только на юго-востоке Украины, но и на Черном море в целом, сказала она. Это абсолютно безответственно о том, что Вашингтон намерен отправить военный корабль в Черное море, в начале декабря сообщал CNN, по данным телеканала, командование США направило запрос в Госдеп, чтобы дипломатическое ведомство предупредило Турцию о проходе корабля. Также по теме. Порошенко нужны потопленные корабли. Украина вновь готовит проход военных судов через Керченский пролив. Секретарь Совета безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил о намерении властей страны в ближайшее время вновь. 17 декабря спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер призвал руководство США нарастить военно-морское присутствие в Черном море. «Я считаю, что есть вещи, на которые нам нужно обратить внимание, увеличить присутствие в Черном море на двусторонней основе или же при содействии Евросоюза», — сказал он. Спецпредставитель Госдепа отмечал, что это должно стать ответом на действия России в ходе инцидента в Керченском проливе. Волкер также призвал вести санкции против Москвы. «Мы разговариваем с Германией, Францией и другими нашими западными партнерами, чтобы быть уверенными, что мы очень хорошо координируем наши действия. Это новая эскалация, исходящая от России в конфликте на Украине», — добавил он. Напомним, инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября 2018 года. Военный буксир Яны Капу, бронекатера «Бердянск» и «Никополь» ВМС Украины попытались незаконно пересечь российскую границу и пройти в Азовское море. Украинские корабли нарушали правила прохода пролива и игнорировали запросы погранслужбы ФСБ России. Российским пограничникам пришлось применить оружие и задержать корабли. Украинские моряки были арестованы на два месяца. При этом в ходе обысков на задержанных кораблях сотрудники ФСБ обнаружили документы, в числе которых был приказ следовать через Керченский пролив в Азовское море скрытным порядком. Несмотря на это, в Киеве произошедшее назвали российской агрессией. Киев на месяц вел в десяти областях военные положения и запретил въезд в страну гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. В России указывают на осознанные нарушения украинскими моряками правил прохода границы и считают, что инцидент был намеренной провокацией Украины. Это безусловно провокация, которая организована действующей властью, думаю, что и действующим президентом в преддверии президентских выборов на Украине в марте, подчеркнул российский лидер Владимир Путин. При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о готовности осуществлять новые проходы украинских военных кораблей через Керченский пролив. Это для нас принципиально. Если мы остановимся и отступим. Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самоопределенные новые морские границы в Черном море, де-факто легализовав оккупацию Крыма, сказал он в интервью BBC. Украина. В России отметили, что этим заявлением Киев фактически заявил о подготовке новой провокации в регионе. Это абсолютно безответственно и призвано лишь усугубить ситуацию, при том, что многие партнеры Украины занимаются поиском реальных путей де-эскалацеи. И на фоне этих попыток, которые в том числе предпринимают целый ряд европейских государств, делать такое заявление, это просто расписываться в том, что провокация и есть визитная карточка нынешнего киевского режима, пояснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.